Слушай, я потом, знаешь, буду гайд видос делать, как так делать. Я просто так вот запечатляю момент, что он там сидит просто и всё. Ку, привет, даров, хай. Короче, всем плотно армавирский саламщик. Чтобы не вызвать к себе волну хейта, хочу предупредить, что об этой фишке уже рассказал Вудкок. Так получилось, что пока я только набирал материал на этот видос, который ты сейчас, кстати, смотришь, Вудкок уже успел дропнуть видос о 101 фишке в Расте, в одной из которой и был рассказан этот баг. Ссылку на его ролик я, кстати, оставлю в описании, так что заходи и смотри. Если ещё не видел. Я несколько дней основательно готовился к этому видео, чтобы получилось годно и без воды. Поэтому попрошу вас поддержать меня лайком и отправить этот видос своим тиммейтам, чтобы они тоже узнали о этой фишке. Сегодня я расскажу вам поподробнее об этом баге и местах его применения. Уверяю вас, что с помощью бага вы получите минимум в два раза больше лута за использование лишь одной карточки. Или не использую её вообще. Заинтересовал? Ну тогда погнали. Весь материал для данного видоса я взял с записи своих стримов с твича и отдельно записанных моментов из игры. Некоторые из которых мне пришлось записать на отдельном созданном сервере, так как добраться до некоторых точек мне было просто нереально. Всё тестил и играл на классическом сервере. Итак, к багу. Принцип бага заключается в дисконнекте. Покажу на примере лутания главного здания космодрома. Для этого активируем все фьюзы. Открываем карточку. И поднимаемся на самый верх здания, где лежат самые вкусные ящики. Лутаем их, это важно. После отходим на небольшое расстояние. Наводим взгляд на место, где были ящики. И выходим сервером. И сразу же на него коннектимся. Сейчас самый важный момент. Как только зайдёте, не смейте вставать. Иначе баг попросту не сработает. Сделали мы это для того, чтобы видеть отспавненные ящики. И в случае опасности услышать приближающихся игроков. Лежим до тех пор, пока не заспавнятся наши заветные ящики. Пока мы находимся в таком состоянии, нас не бьёт радиация. У нас незначительно уменьшается метаболизм. А если РТ находится не в самом тёплом биоме, то на нас начнёт воздействовать холод. И мы начнём терять наше драгоценное хп. Мне повезло, и ящики успели отспавниться за 10 минут. Кстати, по поводу времени респавна. Никому не советую злоупотреблять данным багом. Так как все последующие разы дисконнекта влегут за собой увеличение кд респавна. Данный вывод я основываю на своих попытках. И рассказываю из своих игровых ситуаций. Так что если у вас вообще не р... Не с... Блядь, сука. Данный вывод я основываю на своих попытках и рассказываю из своих игровых ситуаций. Так что если у вас вообще не зареспавнятся сундуки после трёх удачных попытков дисконнекта подряд в течение часа, то тут я уже не виноват. Извиняйте. Поверплент, трейн-ярд, ватер-тритмент, севербренч и другие РТ лутаются точно так же, как космодром. Дисконнектом. Но есть три РТ, которые лутать сложнее всего данным способом. Это Эрфилд и наши любимые нефтевышки. Разберем их подробнее. На Эрфилде есть такое маааленькое стеклышко, которое может спалить всю контору богаюза. Вот оно, кстати. Через него другие лутатели смогут пропалить контору. Поэтому после лута всех ящиков уходим в один из этих краев. Да, вот этот. И вот этот. Это слепые точки, находясь в которых вас не спали другие лутатели. А если уж спалили, то либо бейте сильнее и бегите быстрее. Большая нефтевышка. Так, давай дисконнектимся. Так. Е5 мы мусора понакидали в угол, тупо. Сэсси, не дискон... Вот как нехорошо, что я на этот, на ССДшник перенес. Теперь все быстро грузит, господи. Как говорил луткок. Один из самых простых способов залутать крутой РТ, забраться туда после того, как кто-нибудь другой его пролутает, и уснуть лутовой. Через некоторое время, минут 20, заходим обратно на сервер и вуаля, лут отспавнился. Только не забывай, что и боты отспавнятся тоже. Так что запастись хоть каким-нибудь оружием. Только есть одно мааленькое но. Недавнего времени в карточке может заспавниться бот и спокойно вас убить, если вы не успеете вовремя среагировать. И в прошлый раз... О, все. У нас бот, Андрей. Я его убил. Все. Она у нас заспавнилась. Каково разворачивалась игра. Бот, оказывается, у нас заспавнился. Вызывай сразу. Ну а в остальном, все верно, необходимо иметь хоть какую-нибудь броню, нож для разделывания ботов и оружия. Желательно что-то выше арбалета, иначе вам будет проблематично уносить добытый вами лут. И отбиваться от бота. С большой нефтевышкой все ясно. Теперь два слова о маленькой. Лутать ее дисконнектом крайне не рекомендуется, так как это очень неудобно и гораздо опаснее. Если же на большой нефтевышке можно было лутать с другом, то на маленькой вам просто не будет хватать места. И в момент дисконнекта вы можете просто-напросто застрять между чунком и стенкой. Как это сделал и я. Что у меня в задержку идет? У вас нет? В смысле? Я не... Сука, наконец-то, блядь! Я рот твой ебал. Да, переспавнилась, наконец-то. А, я... Дядь. Дядь, я за чунком. Это пизда. Блядь. Сука. Пизда. Ебать меня дергает. Я охуею. Ты можешь попробовать вылезти. Ну, я пробую, я прыгаю. Меня может выдохнуть, кстати, за территорию. Меня просто разнесут нахуй бот в щепки к хуям. Ой, бля. Также там намного выше шанс сагрить сразу группу ботов, которые быстро сделают из вас решето. Лутать багом малую нефтевынышку довольно сложно. Гораздо легче зачистить большую, и лут там гораздо больше. Даже если вы не собираетесь пользоваться всей этой хернёй, о которой рассказал ранее, то я хотел бы вас предупредить. Будьте бдительны, когда что-либо лутаете. Без той стороной двери может оказаться хитрый бич с двушкой, или опасный тип со стволом посерьёзнее. Этим багом можно не только фармить компоненты, но и также типов с карточками и их снаряжением и оружием. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Это не последний ролик на этом канале, поэтому подпишись на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также жду вас на своих стримах. Ссылка, кстати, в описании. И удачи. Ладно, и так сойдём. Ты что, с ума сошёл?